В этом году областному греческому этнокультурному объединению Эльпида исполняется 20 лет. В 1999 году несколько семей создали центр, в состав которого сегодня входит уже 500 человек. Творческая деятельность объединения разнообразна. Здесь несколько вокальных групп и хореографический ансамбль. Они являются постоянными участниками различных конкурсов областного и республиканского масштаба. В рамках программы «Рухани Жангру» 19 апреля с концертной программой, посвященной приближающемуся Дню Единства Народа Казахстана, Эльпида посетила Экибастуз. У нас филиалы в Иртышском, Железинском районах, а также есть друзья в разных сельских округах. Мы много ездим, часто встречаемся. Сегодняшняя встреча у нас особенная. Нам хотелось показать практически все свои творческие коллективы. Поэтому в Экибастуз мы привезли 4 творческих коллектива. Это и женский вокальный коллектив «Маргаритари», молодежный вокальный коллектив «Кордееса по мусики», то есть сердца их наполнила музыка, танцевальный и молодежный коллектив «Анагениси» и детский коллектив «Пулья», что значит «Птенцы». Они будут и петь, и танцевать, и кое-что расскажут на греческом языке. Артисты исполнили песни на греческом и государственном языках. В зале присутствовали представители местного дома, дружбы, школьники и другие желающие познакомиться с греческой культурой. В планах объединения в юбилейный год провести множество значимых мероприятий. Конечно, апогеем юбилейного года, как нам очень хочется, должен стать большой фестиваль, мега-юрти. Это большой праздник в переводе с греческого. Когда мы хотим увидеть у себя в гостях греческие коллективы с других областей, мы хотим видеть представителей греческого посольства, моих коллег, председателей других объединений. Все это должно пройти под эгидой Республиканской ассоциации греков «Филия». Нас поддерживает Министерство образования Греции. И я надеюсь, когда у нас все это сложится, мы будем рады пригласить экибастузцев в Павлодар, в Дом дружбы, на большой наш гран-концерт, когда будут выступать не только коллективы нашего этнокультурного объединения, но и гости. Стоит отметить, что в экибастузе такого центра пока нет. Людмила Петровна надеется, что в ближайшее время местные жители будут готовы к сотрудничеству. И в городе появится своя эльпида.